Зашел в магазин за продуктами и тут подумал, а сколько стоит самая дорогая рыболовная приманка? Вы в курсе? И я что-то не особо в курсе. Предлагаю пойти в наш рыболовный колизей и я вам расскажу, сколько стоит самая дорогая рыболовная насадка в мире. Дома во дворе старушек, всех друзей, родных, невесты, и когда со мною рядом ты... Итак, друзья мои, сегодня наша речь пойдет о трех самых дорогих приманках для ловля рыбы. Эти древние приманки стоят дороже, чем хороший добротный домик. Так что на третьем месте у нас такая приманка, как... Хэддон Даваджик Эксперт. Ценник на сие чудо порядка 20 тысяч долларов. Фишка в том, что таких красавцев было сделано много, но до наших дней в живом состоянии дошло очень и очень мало. Думаете, цена в 20 тысяч это очень дорого? Тогда что вы скажете по поводу этой приманки? На втором месте приманка, которая заслуживает такого же уважения. You identify at First American Wooden Minnow. Знаете, сколько стоит? Для начала оцените ее фотографию. Вот так приманка выглядит на фото. Казалось бы, деревянный воблер с вертушками по краям. Да два ржавых крючка. Представляю вам прародителя всех деревянных приманок. Вот так вот оказывается он выглядит. А стоит почти 45 тысяч долларов. Представляете, какие бешеные деньги люди готовы отдать за такой воблер. Ну и теперь представляю вам самую дорогую рыболовную приманку в мире. Вы будете сейчас в шоке. Ну и на первом месте у нас самая дорогая приманка в мире. Get Haskell Minnow. Данная приманка производилась с 1853 года. Считается самой дорогой приманкой, которая когда-либо продавалась на аукционах. В 2003 году она была продана за 101 тысячу 200 долларов США. Ее изготовил оружейный мастер Рейл Хейскелем. Это первая приманка, имитирующая малька с подвижной хвостовой частью. Производилась серийно в различных размерах. Если отлить эту приманку из чистого золота, ее стоимость будет меньше медного оригинала. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Кому понравилось, можете бахнуть лайк. Ну а я поехал. Мне пора на очередные рыболовные приключения. Не болейте, не кашляйте. До скорых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok